Здравствуйте! Долгое время ахиллесовой пятой современных электромобилей была автономность, то есть длина пробега на одной зарядке. И несмотря на то, что инженеры совершили буквально прорыв в этой области, все равно пока электрички не дотягивают по этому параметру до автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Однако, существуют ли способы, которые применимы к серийному, уже существующему электромобилю, позволят, ну скажем так, на бытовом уровне каждому сделать пробег максимально длинным даже в экстремальных условиях, ну скажем, сибирской зимы. Да, такие методы есть. И к ним относятся прежде всего манера вождения. Она должна быть максимально спокойной. И второе – это хорошие, качественные шины, которые должны обеспечить максимальный зацеп и минимальное проскальзывание колес. Как при разгонах, так и при движениях в поворотах. Чем меньше колеса проскальзывают, тем больше энергии сохраняется для того, чтобы как можно дальше уехать. И мы решили поставить эксперимент. А для этого приехали на озеро Байкал, где проложим кольцевую трассу на голом льду. Хуже для электрички не бывает. Низкие температуры и покрытие, которое по коэффициенту сцепления в 10 раз уступает даже мокрому асфальту. Мы обули наш автомобиль в шины Continental Viking Contact 7, поскольку это наиболее современная нешипованная шина. Почему нешипованная? Потому что подобные автомобили больше эксплуатируются все-таки в крупных городах, где люди предпочитают уже отказываться от шипов. Но кроме того, нешипованная шина имеет меньший вес по сравнению с шипованной шиной. И это крайне важно для меньшего расхода топлива или электроэнергии. Ну а что касается шины Viking Contact 7, то это самое новое колесо на момент проведения нашего эксперимента, которое появилось в продаже. И логично предположить, что продукт от уважаемого бренда со столетней историей аккумулирует в себе самые передовые технологии в своей области. В качестве автомобиля мы выбрали Audi e-tron. Машина, во-первых, нам уже хорошо знакома по нашим предыдущим поездкам и экспериментам. Во-вторых, с нашей точки зрения, пока лучше в своем жанре, в своем классе еще никто ничего не придумал. Так что сочетание одного из самых передовых продуктов в области электромобилизации и одной из самых высокотехнологичных современных нежипованных шин Continental Viking Contact 7 позволит нам добиться, я уверен, высоких результатов. Длина дорожки 8 километров 100 метров. Конечно, соблазительно было бы ехать в одном темпе. Тогда автономия тем более поднимается. Но мы так не ездим. Мы разгоняемся и тормозим напрямую. Мы проходим левые и правые повороты в обычной жизни. Вот именно такую трассу мы и построили, которая заставляла бы нас разгоняться и замедлять темп, и проходить повороты разной крутизны. Таким образом, мы наметили себе планку где-то удерживать среднюю скорость порядка 70 километров в час, что тоже соответствует среднестатистическому водителю электромобиля, который ездит и в городе, и в ближайшем пригороде. Мы зарядили наш Audi Hytron практически по максимуму. Производитель обещает автономию топовую в 400 километров. У нас на приборе 395. Мы решили с моим товарищем, семикратным рекордсменом России по автоспорту Максимом Леоновым, меняться за рулем по достижении 50-процентного расхода батареи. Ну, таким образом, два разных пилота с немножко разной манерой вождения позволят, опять же, сделать эксперимент чуть более объективным. Поехали! Честно говоря, мы ожидали, что батарея будет расходоваться гораздо быстрее. Расход ее абсолютно сопоставим на голом льду с тем, как батарея уходит на сухом асфальте. Вот сейчас, Макс, какой прогноз? 380 показывает. Так что мы рассчитывали, честно, что наша история закончится часа за 3-3,5. Ну, а в результате, похоже, что мы уйдем далеко за 5 часов. Более того, мы решили не жертвовать комфортом и безопасностью. Поэтому у нас работает печка, подогрев сидений. Ну, и кроме того, с наступлением сумерек мы обязательно включим ближний, а затем и дальний свет. Интересно, кстати, что климат-контроль действительно влияет на автономию и расход энергии чуть-чуть пополз. Но, как бы, зимой без печки, наверное, ехать все-таки не очень правильно, и нормальный человек в обычной жизни так бы не поступил. Итак, почти 3 часа прошло, и состоялась смена пилотов. 50% разряда позади, 50% еще впереди, и, судя по всему, мы перевалим, если все будет продолжаться так же дальше, отметку в 350 километров. Мы не ошиблись с выбором шин, которые действительно помогают электромобилю даже на экстремально скользкой поверхности сохранять устойчивость на дороге, обеспечивая ту самую длительность пробега. Мы уже прикатались к трассе и проходим ее практически без скольжений, в спокойной манере, но средняя скорость уже превысила 70 км в час и составляет 71. Мы на прямых участках позволяем себе разгоняться до 90, 80, 100, 110 км в час, а вот повороты проходим с той скоростью, с которой позволяет данная конкретная кривизна. Итак, день перешел в ночь, а мы все едем, и остаток заряда батареи еще составляет процентов 25, то есть еще четверть пути впереди. Однако на земле ничего не бывает вечного, и заряд батареи тоже тает. Ноль загорелся. А машина едет дальше. Это поразительно. И она проехала еще 12 км. При этом автомобиль сам потихоньку начинает отсекать максимальную скорость, начинает отсекать нагрузку, сначала ограничив скорость движения 80 км в час, затем, перейдя на барьер, 70, затем 50, и вот потом уже наступает час расплаты. Скорость начинает падать, машина не реагирует на педаль газа. Все, останавливаемся в ночи посреди малого моря Байкала, и я включаю аварийку. Тока больше нет. Все, села батарейка. Но давайте посмотрим, сколько мы проехали. 362 км. Это прекрасный летний результат на хорошей дороге. Без всяких скольжений, пробуксовок, проскальзываний и прочее. И прежде всего за такие показатели мы обязаны современному автомобилю. К тому же Ауди Етрон, который все-таки позволяет растянуть вот это удовольствие езды на нем даже в экстремальных условиях при морозе на голом льду. Ну а кроме того, конечно, это прямое доказательство эффективнейшей работы современных, не шипованных зимних шим, которые благодаря, с одной стороны, эффективному сцеплению с поверхностью, а с другой стороны, малому весу, позволили действительно уехать так далеко. Уверены, конечно, что наши цифры не идеальны, это не высшие достижения, и кто-то может позволить себе их превысить и проехать на электромобиле еще дальше. Мы только будем рады, если это случится. А пока мы решили зарегистрировать наши достижения как новый национальный рекорд.